здравствуйте друзья мне обращался пользователь георгий карабут с просьбой помочь сделать контроллер для холодильника вирпул с 20 где у него холодильник это вышел из строя дорогостоящий вещь и решил сделать на ордуино я мне интересует как я уже сказал интересует промышленные всякие вещи и я решил помочь сделать такой этот контроллер я контроллер у меня собрал как бы но сами понимаете что полностью это нельзя на столе проверить скетч схеме будет у меня на сайте вот он георгий на оборудование его соберется сделайте потом напишет как это работает и будет второе видео как это контроллер на холодильнике работает конечно там наверно будет ошибки первоначально поправим уже второе видео вот этого если ошибки будет поправленный какой свет будет давайте посмотреть видео вот как это работает потом схему покажу и фл прок объясню как это все работает итак друзья по просьбе пользователя моего канала георгий карабут сделал контроллер для холодильника вирпул то есть у него где-то молния ударил в линию и контроллер вышел из строя просил сделать и прислал мне алгоритм работы по этой откурит по работе сделал контроллер ну здесь этот собрал на столе ну сами понимаете здесь это невозможно на столе показывать как это все работает но некоторые моменты я покажу то есть там три температурных тачков температура в морозильной камере температура холодной камеры и температура радиатора радиатора холодильника при помощи вот этих 3 температур как бы контроллер работает здесь что есть 6 реле первый реле для работы компрессора 2 реле для вентилятора вентилятора холодной камеры то есть для терморегулирования вентилятор продувает с морозильной камере холодную камеру воздух и при помощи вот этого воздуха охлаждается холодная камера температура морозильной камеры регулируется минус 18 до минус 24 в этой холодной камере плюс 2 плюс 6 градусов должно регулироваться так 3 так 3 3 для охлаждения вентилятор для охлаждения радиатора 4 реле для систем разморозки и 2 реле 1 включает воду под а для подачи воды 6 реле для включения включения ну давайте с самого простого начнем нажали включается холодильник отпустили выключается это для подачи воды нажали включился отпустили выключился так здесь предусмотрена авария авария происходит когда у нас температур этот температурный датчик не работает авария происходит а сейчас данный момент у нас температурный датчик не работает вот этот тачки я не подключил здесь это холодная морозильная камера температура мало морозильной камеры здесь холодной камере показывает обе нуля и у нас это работает мигает одновременно звуковой сигнал должен подадут этот но звуковой сигнал 20 секунд сделал через 20 секунд отключается но этот мигает и и когда вот этот я извинилась когда авария происходит компрессор у нас работает сколько я помню по моему 20 минут или 22 22 минут работает 20 минут выключается то есть уже терморегулирование не происходит минут вас работает минут 20 отключает отключается так так вентилятор для охлаждение радиатора работает когда температура 80 градусов включается когда плюс 60 градусов отключается но это режим надо подобрать это не окончательно так 4 для для разморозки и размера размораживания как бы работает таким образом образом через каждые 8 часов отключается компрессор и включается реле на по-моему 15 минут я ставлю 15 метров размораживает опять дальше продолжает работать так и еще компрессор если работает больше 1 1 часа если больше постоянно включена больше 1 часа выключается минут по моему 15 потом опять включается ну там когда в фл прок покажу там все это будет так вот это все таким образом работает теперь здесь регулировка как бы здесь на дисплее вот эти часы показывает часы реального времени время сейчас 14 14 сама все так и регулировка при помощи двух кнопок температуру то есть вот здесь немножко помучийся но я думаю результат получилось так давайте посмотреть что получается при нажатии на кнопки начинает мигать и где должны регулировать и изначально вот минус 18 стоит для морозильной камеры но и там сейчас что-то другой я уже переставлю вот нажать сейчас минус 19 сосуд можно поменять 18 можно вот при помощи одной кнопки так если две секунды не нажат и направление что-то меняется другой сейчас минус 24 поставили и 5 секунд будет мигать сейчас 5 секунд опять будет показываться температура и вторая тоже вот мигает сейчас 4 градуса стоит 5 4 3 2 если 2 секунды ждать потом нажат и сейчас наверх пойдет до 6 градусов можно регулировать вот таким образом это все работает ну понятно здесь я не могу вот это как надо датчики все это подключить что работа сейчас вот это скетч должен должен вот должен георгий должен вот проверить должен как бы на рабочем оборудовании если какие-то неправильности будет поправим и второе видео будет уже как все это работает вот таким образом этот контроллер работает остальные на компьютере объясню так теперь давайте посмотрим схема подключения вот схема подключение такая четыре кнопки кнопка первые два это регулировки по моему вот эта температура сейчас запись сейчас в фл проб когда будет там посмотрим на третий включает воду подача воды четвертый холодильник включает выключает тут три датчика ds18 они параллельно соединены подключение к пину вас к пину 8 подключение так 6 реле первое реле как я уже сказал компрессор и второй вентилятор холодной камеры то есть из морозильки продувает туда и охлаждает вот камеру холодильную и регулируется это тоже регулируется температура плюс 2 плюс 6 грамм пределе регулируется так вентилятор радиатора холодильника если нагревается до 60 градусов до 80 градусов включается вентилятор охлаждает 60 будет отключается но это параметр надо будет опытным путем еще подобрать по температуре другие будут такие оттайка испираться испарителя если там замерзает допустим испаритель включается через каждые восемь часов то ли 15 то ли 20 минут включается и этот лед там тает так это подача в ответа включать выключает часы реального времени lcd 1602 здесь все просто зуммер и этот светодиод здесь работает таким образом если датчик неисправный на морозильной камере датчик неисправный включается звуковая сигнализация секунд 20 потом звук отключается и одновременно мигает вот это светодиод но светодиод постоянно начинает мигать звук отключать через 20 секунд так и после вот как авария происходит компрессор режим работы меняется компрессора минут 20 работает вас отключается минут 2 сразу пока не восстановится вот эта авария будет вот таким образом работать так теперь давайте посмотреть в фл прок фл прок так уставки температур первая плата ну здесь этот я подробно не буду рассказывать здесь замучился пока придумал вот как это первый я такой идеал при помощи одной кнопки чтобы управлять можно было управлять температура так первая кнопка вот это устанавливаем морозильной камере температура регулируется пределе минус 18 минус 24 и изначально первоначально в скетче минус 18 стоит первоначально включили холодильник будет минус 18 как бы автора при помощи второй кнопки регулируется температура холодной камеры здесь изначально 5 градусов стоит регулировать от 2 до 6 градусов как бы так и момент такой работает таким образом давайте еще немножко объясню как это работает чтобы знали ну я я здесь довольно долго вот мучился пока сделал так вот нажали кнопку 1 допустим кнопку 1 включается этот кнопку 1 мы включаем здесь вот это дисплей меняется изначально показывает температура морозильной камеры и кнопку 1 нажали дисплей включается на этот ну чтобы регулировку показывать и здесь время стоит так время 5 секунд то есть если нажали кнопкой через 5 секунд если кнопку больше не нажать обратно туда будет опять температура показывать и кнопку вот нажимаем здесь еще есть двухсекундная вот задержка кнопки и то есть две секунды задержки течение вот это нажимаем там одну сторону счет идет потом две секунды ждем нажимаем здесь т3гет переключается и направление счета меняется вот таким образом тут немножко помучался но все получилось по моему и второй тоже кнопка 2 там уже холодильник о мире регулируется это здесь вот так так теперь датчики температуры часы реального времени но часы реального времени просто все подключил вот это часы показывает минуты показывать и здесь это середине чтоб точка мигал вот это секундный импульс и взял через вот это в блок и декторы изменения числа меняется здесь краткий импульс и здесь полусекундный импульс и переключается из двух точек на пустоту как бы и там и мигает в секунду раз так и здесь датчики температуры 3 датчика температуры первый датчик температуры это для морозильной камеры второй датчик температуре для холодной камеры а третий датчик температуры это для радиатора здесь обратите внимание если будете делать до из 18b 20 у них у каждого здесь 18b20 свой уникальный адрес надо вот свой то есть три датчика подключили сканировали шину на восьмом пине который адреса записали и здесь свои адреса будет здесь я свой адрес своего датчика стоит а вы адрес свою своих датчиков 1 2 они все разные видите все разные и 3 здесь ваши адреса ваших датчиков надо так это вторая плата 3 плата здесь немножко записал чтобы так здесь этот сравнение стоит температура сюда подаем с датчика первого и установка температуры морозильной камеры и так если больше или равно установленного на выходе единица получается и через минуту включается компрессор здесь записал если компрессор работает более часа то включается тормит он который и запускает таймер то в таймер то включает компрессор на 15 минут то есть как я уже сказал 15 минут вот это если час будет работать беспреревно как бы чтобы компрессор отдыхал отключать на 15 минут а здесь и после вот этот второе время стоит чтобы для обрежения реле не было момент переключения там когда температура выше становится через минуту включается этот реле реле через минуту включается и здесь вот это реле у нас включает компрессор и здесь несколько ситуация еще когда происходит оттайка комп испарителя вот этот момент здесь этот реле не работает то есть компрессор не должно работать так потом здесь еще с при аварии включается генератор который включает компрессор 20 минут и включает 20 минут то тех пор пока этот сигнал аварии присутствует то есть при аварии 20 минут работает 20 минут выключается компрессор так здесь что у нас здесь что у нас здесь три аварийные ситуации здесь я сколько наблюдал вот тачки и вот это 18 в 20 или если что-то неправильно ли цифра 85 показывает или 0 когда ничего нету там обрывали что 0 но исходя из-за этого таких ситуациях включается у нас аварийная система я извиняюсь то есть если авария это датчик вот или на 0 или 85 градусов происходит авария звуковой сигнал поддается на 20 секунд ну а тут можно уменьшить или увеличить время звуковой сигнал а этот светодиод мигает 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 так вот так работает до тех пор пока вот авария авария пропадет опять все в норме станет так теперь здесь терморегулятор холодной камеры но здесь это просто стоит тоже вот это сравнение если больше или равно температура вот что установлена включается реле но опять через задержки но через минуту задержки сделать чтобы дребезга не было чтобы реле постоянно не включался не включался то есть температура выше 100 как выше станет через минуту включается реле если меньше станет вот что здесь выключается терморегулятор нагрева радиатора айт терморегулятор нагрева если радиатор перегревается 80 градусов rs 3 срабатывает реле включает вентилятор продувает на радиатор а стиль до 60 градусов опять отключается а последнее у нас этот холодильник включать кнопку просто кнопка у 3 нажали включился второй раз нажали выключиться и подача воды кнопку нажали реле включается а жали этот выключается здесь оттайка испарителя так здесь оттайка испарителя 25 минут работает 480 минут ждет ну это восемь часов то есть здесь генератор стоит несимметричный 25 минут на выходе единица 480 минут это ну получается реле включает а соответственно в длительности до 25 минут этот и 480 минут отключены состояние вот таким образом все это работает таким образом все это работает так георгий георгий там поправить вот это проверить скетч на рабочий на холодильнике проверить это и видео сделает как это все работает я вот это второе видео сделала если ошибка будет справлю и покажу как это все работает так скетчи схеме будет у меня на сайте ссылка под видео кому интересно можете собирать я думаю это схема можно и для других холодильников тоже можно использовать так спасибо за внимание до свидания